Граждане, что же такое, что говорится? Что за люди? Вот привыкли свое ругать. Ну, дескать, там за границей, все хорошо, а у нас все плохо. Да если хотите знать, у нас столько хорошего, если, конечно, хорошенько поискают. Главное, что у нас жизнь интересна. Вот, допустим, там за границей, у кого-то, ну, крыша потекла. Позвонил, куда надо, приехал, кто надо, тут же крышу, как надо, залатали и забыли. Скучно. Скучно живут, понимаешь? А у нас, звони, не звони, ничего. Три года про дырку писал, на все инстанции. Семь жалоб только президенту отослал, из них три в стихах. Встречал 132 комиссии. Написал 45 газет, включая журнал «Грызуны и суслики». Два раза ловили падающего с крыши пьяного прораба. Потом залезли на крышу. Сами заткнули дыру. Старым матрасом. Да, долго. Зато есть что рассказать внукам. Вот говорят, у нас машины плохие. А ничего, что наши КамАЗы каждый раз гонки Дакар выигрывают. Наши КамАЗы. Знаете, что после этого немцы обмен предложили? Они нам дали 10 АПЛИ легковых, а мы им 10 КамАЗов. Через два года встретились. Наши говорят, хреновые у вас машины. Два года по нашим дорогам поездили, нет АПЛИ. Немцы говорят, плохие у вас машины. Два года, и нет у нас дорог. Нет, вы... Вы почувствуете разницу. А строители. Наши лучшие в мире. Вот никто в мире не умеет так быстро осваивать бюджетные деньги. Ну, я рассказываю. Поспорили три строителя. Англичанин, американец наш. Англичанин сказал, мы 1 января в 9 утра начинаем строить мост через Темзу. А через полгода по нему уже автомобили едут. Американец говорит, мы 1 января в 9 утра начинаем строить небоскреб, а через три месяца в него жильцы вселяют. Наш говорит, ребята, я извиняюсь, но мы вот 1 января в 9 утра начинаем строить пивзавод. А в 10 все уже пьяные. А теперь... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот теперь скажи честно, что тебе нужнее? Мост в Лондоне? Небоскреб в Нью-Йорке? Или пивзавод у нас? АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, что тебе еще? АПЛОДИСМЕНТЫ Тебе только французский костюм подавать. А ты посмотри на себя в зеркало. Какой из тебя француз? АПЛОДИСМЕНТЫ Тебе корден, как корове кордан. Понимаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот их одежда для нашей повседневной жизни просто не приспособлена. Вот, ну наденешь ты французский костюм. Ну что? Тебе его в автобусе подсолнечным маслом обольют. И все. Никакого вида. А наш. Асфальтовый цвет. Хоть весь мазутом выможи. Все как новенький. Я наш костюмчик надел. Ну, в крифе в кость, сшитый таджиками. Ну, а по итальянским лекалам из Караганды. Он на мне как литой. Понимаешь? Я вот... Знаешь, вот я когда... Примерка была. Говорю... Что-то... Говорю... Рукав короткий. Он мне говорит... А ты, говорит, вот так вот сделай руку. Я говорю... А штанина длинная? Говорит... А ну так иди. Я выхожу... Две тетки стоят. Одна другой говорит... Смотри, какой урод. А как костюм сидит. Понимаешь? А еда? Вот разве можно сравнить с нашей? Ты съел французский круассан. Он через тебя... Проскочил. Все, считай, не ел. А наш беляш. Съел. Он тебе лег на шелудок. Как могильная плита. И больше ты уже не можешь ничего есть. Потому что ты уже... Не можешь. То же самое с напитками. Ты выпил, допустим, их колу, спрай, там... И тебя от сладкого просто... Тошнит. А нашего кваску литра полтора... Как навернул... И он в тебе как забродит. И так и бродит. И бродит до рассвета. Всю ночь даже девушкам спать не дает. И под утро тебе уже никакой слабительной не надо. Все. Квас. А с искусством? Нет. Я не для этого. Я хочу вот с вами поговорить. Об искусстве. Их артисты, нашим, в подметки не годятся. Вот у них что не понты, то сплошной пиар. Мадонна. На 10 килограмм похудел. Ой-ой-ой. Весь мир обсуждал. А-а-а. А наша Надя 40 килограмм сбросила. Хоть бы кто слово доброе сказал в мире. В мире. Они понятия не имеют. А Надя? Нет. А этот хваленый Хулио Иглесиус. Вот что в нем, кроме пения. У нашего Сергея Шнура через слово этих Иглесиусов. Поэтому народ его так и любит. А знаете почему? Знаете почему? Потому что он не ругается. Он на одном языке с народом общает. А Колька Бастов. Да ему равных нет. По части корпоративов в месяц. Он... Почему он называется «Золотой голос»? Потому что у него глотка луженая. Понимаете? Я уже молчу про Никиту Джигурду. Такой Джигурдынь нет нигде в мире. Вот он как-то в лесу. Джигурда встретил лосиху. И принял у нее роды. Хотя до встречи с ним лосиха рожать вообще не собиралась. Вот кого надо на Евровидение посылать. Он над ухом уже ревнет. Я воню сомневаться, дамы мать. И сразу первое место нам. Вот так, ребята. Все. Что говорить у нас вообще? Мы лучшие, мы лучшие. Мы лучшие.